Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». Вы смотрите новости «Анапа-регион» в студии «Ирина Меркурьева». Здравствуйте! О самых заметных событиях в материалах наших корреспондентов. Итак, коротко о самом главном. Кто-кто в теремочке живет? Открытие нового корпуса детского сада «Теремок» решило проблему 30 семей. Врачи едут к пациентам. В сельских округах «Анапы» продолжаются дни здоровья, на которых анапчане могут бесплатно пройти обследование и получить консультацию любого врача. Борьба с нелегальной трудовой миграцией. Сергей Сергеев провел рабочую встречу с руководством Анапского отдела УФМС России. Состоялся долгожданный праздник в детском саду номер 13 «Теремок», который можно приравнять к новоселью. При совместном финансировании из краевого и муниципального бюджетов реконструировано старое здание. К нему сделана пристройка, что позволит теперь принимать почти в два раза больше детей, чем прежде. На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. Лариса Басова продолжит тему. Символичное и удивительное совпадение чисел. Детский сад номер 13 открылся в новом обличье 13 февраля. Эту дату запомнят все. У нас есть хорошая перспектива в этом году ввести около тысячи новых мест. Но мы рады каждой группе. И 20 мест, и 40 мест, и 30 мест. И даже если это 15 новых мест, новых детишек, мы тоже этому рады. Тем более отрадно, что эти новые места у нас открываются непосредственно в центре города. Открытие нового корпуса позволит принимать еще 30 маленьких анапчан к тем 50, которые уже посещают теремок. Теперь он в полной мере оправдывает свое название. Пристройку сделали, не урезая участок для прогулок на открытом воздухе, а за счет расширения самого участка. Комнаты приема пищей умывальной блещут чистотой и радуют глаз отделкой. Медкабинет оснащен всем необходимым. Уютные группы, отремонтированные по новейшим строительным стандартам, сделают пребывание детей комфортным. Работы провела фирма «Перспектива». Пристройка дала еще один плюс. Заменены лестничные марши, которые были деревянными и узкими. Конечно. Это же очень красиво, очень хорошо вообще. И строители очень хорошо ремонт сделали. Прямо чудесно. Тебе нравится в этом саду? Да. Благодарные за такой подарок дети нарисовали яркое анапское солнце и подарили картину муниципалитету. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапа-регион. Очередной выездной прием исполняющего обязанности главы Анапы Сергея Сергеева состоялся в Виноградном сельском округе. В местном Доме культуры консультационную работу вели сотрудники администрации города-курорта, а также различных краевых и федеральных ведомств. Анапчане, которые хотели обратиться лично к Сергею Сергееву, встретились с руководителем города и задали ему вопросы. С просьбой помочь ветерану Великой Отечественной войны Александре Максимовой к исполняющему обязанности главы Анапы обратилась ее дочь. По словам женщины, ее престарелая мать стоит в очереди на улучшение жилищных условий, но продвигается эта очередь очень медленно. Документы Александра Степановны не первый год кочует из одного ведомства в другое. Она должна была еще в августе, то есть документы должны в департамент были отправить, они их не отправили. Сейчас, подождите, я свою информацию посмотрю, хорошо? Так, в очереди под номером 2. Сергей Сергеев подробно объяснил, как ветеран может быть обеспечен жильем. При этом пообещал сопровождение документов специалистов администрации, чтобы не возникало административных барьеров. Вы подбираете какое-то жилье. В 90% случаев там стену перенесли, там еще что-то. То есть уже регистрации не подлежит, пока нового техпаспорта не будет. Новый техпаспорт вам начинают руки там выворачивать. А когда мой специалист с вами приходит, либо звонит начальнику и говорит, послушайте, я сопровождаю участника войны, и потом регистрация укороченная, вы не будете ждать 20 дней, там, месяц, мы пишем письмо на руководителя Краевого, вам до 5 дней, до 3, сжимают дверь сразу. Исполняющий обязанности глава НАПА гарантировал, что в самое ближайшее время проблема с жильем для ветерана решится. Интересы вчерашних участников войны, а сегодня людей, нуждающихся в заботе государства, на приеме у главы представляла и председатель местного совета ветеранов Наталья Деревенец. Первый вопрос лекарственного обеспечения льготников. Самый такой вопрос у нас, у нас получилось так, все льготники по рецептам получали лекарства в нашей местной аптеке. На территории поселка Наталья Деревенец. Сижу, если здесь получили. Теперь ездят в Анапу, фитопарм выиграл трендер, они едут в Анапу на маршрутке, чтобы сдать рецепт. Вот они сдали рецепт, это 30-30 рублей, 60 рублей. Потом они им скажут, когда приехали. Еще раз поехали. Еще раз поехали. Те сказали, а у нас... Распоряжение от Сергеева сотрудникам администрации разобраться и решить вопрос без проволочек. Люди не должны испытывать неудобства. Надо понять, чей конкурс на обеспечение лекарства. И не гонять в аптеке. И либо заключить уже ущерб себе договор с аптекой, которая здесь располагается. Про здоровье были не только вопросы, но и благодарности. Например, за проведение Дня здоровья. Ни разу у нас, сколько я, 45 лет прожила здесь. Так вы знаете, сколько мы больных у вас на территории? Так знаю, сколько анализов сдавали. Спасибо. И если потом... Два раза, людям можете сказать. Два раза. Два раза в год это будет происходить. Понятно. Несколько вопросов, озвученных также председателем Совета ветеранов, касались банкротства из ПК имени Ленина. В их помещениях расположена библиотека, в Виноградном Фабре, Суворово, Черкесск и поселок Уташ. Теперь почта. Селян волнует. Если в рамках конкурсного производства эти помещения уйдут с молотка, медики, сотрудники, почты, библиотекари окажутся на улице. К сожалению, сегодня нет управления, которое будет контролировано. Я буду создавать это управление. Которое контролировать будет эти ситуации банкротные. Мы не будем покупать весь завод, я имею ввиду муниципалитет, и весь СПКС его не учится. Но если найдется инвестор нормальный, который купит все, мы не будем претендовать ни на почту, ни на библиотеку. Почему? Потому что нормальный, в моем понимании, он купит все и будет заниматься. Понимаете? Тогда он нам либо добровольно отдаст это имущество непрофильное, либо поможет отремонтировать, заключен договор о ренте, либо бизнес-местного пользования, ну там вариант там миллион. Если не находится на общее имущество покупателя, то начинает оно дробиться. Для того, чтобы реализовать, выплатить зарплату, заплатить налоги по банкротному предприятию и так далее, и так далее. Текущие платежи. Вот тогда наши интересы, мы обязательно будем участвовать в конкурсе и будем покупать в муниципальную собственность вот эти социальные объекты. На приеме граждан поднимались и другие вопросы по земле, электроснабжению, и каждый получил исчерпывающий ответ на свой вопрос. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-Регион. Исполняющий обязанности главы города-курорта Сергей Сергеев провел рабочую встречу с исполняющим обязанности начальника отдела управления Федеральной миграционной службы России по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапы Вадимом Корсуном. Они обсудили возможность выполнения задачи, чтобы в Анапе работала только легальная рабочая сила, а также совместную работу по обеспечению порядка на строительных объектах. Я почему инициировал нашу встречу? По квотам миграционным. Меня убеждают, что в Анапе не хватает строителей, именно рабочих специальностей. Вот сегодня, на сегодняшний день я получал бумагу, что больше ста человек квотируют два предприятия. В СС-5 и еще сколько. Каким образом вы в этом процессе принимаете участие? Если посредственно взять отдел, мы принимаем участие только в плане контроля. Дело в том, что квоты распределяет администрация краевая, и правильное разрешение работ, и заявками всеми занимаются именно нашим правилам. Знаю, что летом, в сезон, на Пионерском проспекте были проблемы, и очень серьезные. Если мы не можем пройти на объект из-за его режима, я считаю, что они все равно выходят с объекта. Если бы они находились на этом объекте, они бы не доставляли беспокойства отдыхающим. Мы рады им, но только в случае, если есть необходимости. Допустим, дефицитные специальности какие-то, суперсварщик какой-то, еще что-то, которых у нас нет. На будущее можете рассчитывать на мою поддержку в полном объеме, и мы тоже будем принимать участие совместно с вами, насколько нам позволено законом, в этих мероприятиях. Ваше поручение обязательно выполнено, и я буду. Сотрудниками отдела УФМС Анапы проводятся внеплановые проверки по выявлению нарушения миграционного законодательства. Так, в один из рейда совместно с анапским казачьим войском было выявлено 79 иностранных граждан, работавших без разрешительных документов, и 10 иностранцев, уклонившихся от выезда с территории России. Возбуждено 79 административных расследований, наложено штрафов на сумму 178 тысяч рублей. Как отметил на рабочей встрече с руководством миграционной службы в Анапе Сергей Сергеев, работу необходимо продолжать, чтобы обеспечить в этой сфере полный порядок. В сельских округах продолжаются Дни здоровья, направленные на предупреждение и диагностику заболеваний у анапчан. Часто Дни здоровья посещают сотни человек, которым в обычной жизни трудно найти время для поездки в поликлинику или больницу. Теперь же, когда врачи сами едут к своим пациентам, обследование пройти легко. В минувшую субботу наша съемочная группа побывала в Благовещенском сельском округе. Здоровье – бесценный дар в судьбе любого человека. Именно поэтому большинство людей дорожат этим сокровищем. На Дне здоровья при опросе жителей станицы Благовещенской выяснилось, многие пришли сюда уже с имеющимися заболеваниями. Но и в целях профилактики народ шел на диагностику очень активно. В целях профилактики – проверить здоровье. А что хотите? Ну, зрение уже, старость пришла. Где так проверить, мало ли что. Бывают скрытые всякие заболевания. Вы знаете, дело в том, что есть у меня мамограмма. Мне нужно проконсультироваться. Никак не могу по спецфизике своей работы съездить в Анапу. И вот хочу здесь это сделать. Для сохранения и укрепления здоровья студенты Анапского филиала Новороссийского медицинского колледжа раздавали памятки о вреде курения. Ведь эта пагубная привычка ведет к онкологии, инфаркту, миокарда и инсульту. При измерении артериального давления результаты диагностики не радуют. Артериальная гипертония у каждого второго пациента преклонного возраста. Очень часто обращаются люди с повышенным давлением. Сегодня осмотрели 80 пациентов. Из них 60 с повышенным давлением. Такие осмотры дают возможность получить необходимую консультацию любого специалиста. А также выявить болезнь, о которой человек даже и не подозревал. В основном страдают гипертонии. Люди с тенокардией. Вот сегодня был случай мастопатии. Направил онкологу. Среди обследуемых и многодетные семьи. В целях профилактики их пригласили сюда работники Управления по делам семьи и детей Анапы. Это очень удобная форма для того, чтобы оказать услугу, предоставление медицинских услуг контингенту, который стоит на учете в Управлении по делам семьи. А это дети-сироты, которые воспитываются в приемных семьях. И Благовещенскому не является таким исключением. У нас тоже здесь есть несколько семей. Специалисты Анапского комплексного центра социального обслуживания населения «Радуга» тоже стоят на страже здоровья своих подопечных. У нас на обслуживании на дому есть клиенты, престарелые, пенсионеры. И мы их приводим сюда на обследование. Дни здоровья призваны научить анапчан заботиться о собственном здоровье. Ведь, как гласит народная мудрость, здоровому человеку нужны тысячи вещей. А больному только одно – здоровье. Светлана Орела, Александр Кореневский, Анапа-регион. Завершился муниципальный этап краевого фестиваля героико-патриотической песни «Пою моё Отечество». В номинациях «Вокал» и «Соло» призовые места распределялись в двух возрастных категориях – 14-17 лет и 18-25. Из 13 призёров жюри конкурса отобрало для галоконцерта 8 лучших номеров. Подробности в сюжете. Программа галоконцерта была построена особенно. Всем участникам предстояло работать не только оттачивая мастерство исполнения, но и поработать над оформлением своего выступления. Они подбирали видеоряд, фотографии военных лет, и это отметили гости и жюри конкурса. Очень много покопались в видеотеках, чтобы найти именно те кадры, которые наиболее полно соответствовали содержанию песни, её душевному настроению. Вот эти песни, которые поют ребята, они очень трогают, потому что они действительно являются частью нашей жизни. Это задание увлекло конкурсантов. Они узнавали новые факты о войне, которая шла не только на фронтах, но и в тылу. О том, как ждали возвращения бойцов жены и дети, какой ценой завоёвана победа. Эмоционально прожить это время. Хоть мы этого и не видели, но мы прочувствовали это в песне. Благодаря этим песням понимаешь, на самом деле, насколько была дорога победа, сложна победа. И понимаем, как было тяжело ждать, любить, переживать очень сильно. Каждая песня – это история чьей-то жизни. И когда я пропеваю, я чувствую, чтобы я почувствовала, если бы мне пришло письмо во время войны. В первом ряду на почётных местах сидели ветераны. Им подарили гвоздики – символ победы. Но некоторые песни, такие как «Марья» в исполнении Маляки Исаковой, письмо, пришедшее с войны, Яна Осипенко, Настасия, Кристина Петровой, так трогали их сердца, что они сами дарили гвоздики выступающим. Ты же вышел, солдат, хоть сто раз умирал, Хоть друзей хоронил, и хоть на смерть стоял. Почему же ты замен? Ты сердцем золотом, И в глазах покушья Открасился Огонь В завершении концерта состоялась церемония награждения. Из 13 финалистов 4 будут представлять Анапу на краевом этапе конкурса героика патриотической песни «Пою моё Отечество». Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапа-регион. Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы – одно из важнейших патриотических мероприятий года. Список таких мероприятий в Анапе пополнил общекурортный военно-спортивный праздник «Военное пятиборье» среди школьников до призывников. В первом этапе участвовало более 500 учащихся и по итогам лучшие 11 команд приняли участие в сегодняшнем финале. Соревнования прошли на высоком организационном уровне с соблюдением ритуала проведения под днём флага на подственные речи наставников, гостей и ветеранов боевого братства. Вы знаете, сейчас служба армии сокращена на один год. И по крайней мере, до призывника, который мы здесь готовим, он ему легче будет адаптироваться к условиям и так далее. Особенно в этом плане у нас наиболее подготовленный это морской пограничный лицей, который даёт до 70% выпускников военно-учебные заведения. И они вполне состоятельные, в смысле подготовленные курсанты для обучения в институтах. Соревнования проходили по пяти дисциплинам. Сборка-разборка автомата Калашникова, прыжки в длину с места, подтягивания, эстафета и стрельба с пневматической винтовки. Соревнования очень хорошие, большого масштаба. Многие школы приехали. Мы с 11-й школы приехали, готовы, хорошо выступаем. Очень хорошие соревнования. Чаще бы таких проводить. Я приехал с 18-й школы. Соревнования очень хорошие. Погода классная, отлично. Нравится, хорошо соревнования проходят. Среди участников были определены победители в командном и личном зачете. В общем зачете, в результате упорной борьбы, первое место занял морской пограничной лицей. Награждение пройдет 21 февраля в школе номер 7. Уважаемые телезрители, завтра, 14 февраля, в 19 часов, на нашем канале смотрите прямой эфир по вопросам развития здравоохранения с заместителем главы Анапы Людмилой Гузенко. По окончании прямого эфира выйдет программа новости. А далее передача, посвященная ярмарке путевок Анапы «Самое яркое солнце России». Не пропустите. А далее прогноз погоды на завтра. Наш спонсор – торгово-развлекательный центр «Алиса». Реклама будет короткой. Не переключайтесь. Торгово-развлекательный центр «Алиса». Покупай с удовольствием! Верхняя женская одежда. Зал кожи и меха. Одежда в европейском стиле. Подарки на все случаи жизни. Элитная обувь и сумки. Мужская одежда от классики до модерна. Все для дома и уюта. Женская одежда и аксессуары из Италии. Кош-галантерия. Товары для детей. И все для красоты, отдыха и развлечений. Торгово-развлекательный центр «Алиса». Угол Краснодарской и Горького. Покупки в радость для всей семьи. В четверг, 14 февраля, в Анапе ожидается малооблачная погода. Температура воздуха от 4 до 7 градусов тепла. Ветер восточный. 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Температура воды в Черном море 8 градусов со знаком «плюс». Наш выпуск завершен. Далее реклама от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувство прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются, подарки остаются.